Да, вижу ваш вопрос насчет работы. Вопрос такой серьезный, поэтому не сразу на него ответил. Никак не могу найти работу, уже два года, вакансий нет, не знаю кем работать, как понять волю Божию. Ну, смотрите, сейчас в мире очень сложная ситуация из-за коронавируса, из-за экономических каких-то проблем. Сейчас многие люди вообще теряют работу. То есть многие мне сообщают, рассказывают, что кого-то сокращают, кого-то увольняют, а где-то просто закрываются какие-то компании, филиалы, бизнесы разоряются, и много людей остается без работы. Поэтому есть вещи, которые от нас не зависят. Поэтому как надо искать работу? В первую очередь, конечно, молиться о том, чтобы Господь помог найти работу. Многие люди молятся и Богу, конечно, и Матери Божией, но многие еще любят молиться о работе святителю Спиридону, святителю Николаю. И мне даже, бывает, люди рассказывают такие истории удивительные, когда человек пишет, батюшка, как помолиться? Я говорю, вот сам почитай молитву Спиридону, и я послужу молитвен, помолюсь тоже. Потом люди пишут, что вот, прошло пару дней, и работа нашлась. То есть человек долго не мог найти, а тут нашлась работа. Поэтому бывает, что это чудесным образом все решается. Буквально случайно человек находит какой-то вариант. Кроме того, надо, конечно, смотреть сейчас очень много разных площадок, где можно найти работу. Если раньше там были только какие-то газеты, то сейчас сайты есть различные по поиску работы. Через знакомых надо пытаться узнавать, где какие есть варианты. Потому что очень часто, на самом деле, работа есть, но это не то, что вы хотите. Работа есть, на самом деле, но это не такая, как вы хотите. И поэтому вы думаете, что ее нет. А может быть сейчас действительно такая ситуация, что вам нужно другую работу найти для себя. Помню 2008 год, когда случился кризис, и многие люди, которые привыкли работать в офисах, там, разные менеджеры, бухгалтера, юристы. То есть, ну, те люди, которых часто считают, что вот они в офисе сидят, да, там, бумажки перебирают. На самом деле, конечно, они занимаются серьезной очень работой, но, как бы, может быть, напрямую ничего не производят, ничего не делают. И многим людям пришлось переучиваться. Кто-то, чтобы иметь возможность платить кредит, там, ипотеку, еще что-то, пошел таксистом работать. Кто-то пошел, окончил курсы и стал сантехником. Кто-то стал штукатуром, еще чем-то. Кто-то открыл свой бизнес и начал что-то производить. Я не знаю, какие-то там сувениры, может быть, еще что-то. Ну, то есть, вариантов огромное количество. И очень часто потеря работы – это знак того, что нам надо поменять свою жизнь. Может быть, вам нужно выбрать вообще другое направление. Если у вас два года уже не получается найти работу, но, может быть, нужно посмотреть другие варианты, что вы еще можете делать? Если вы здоровый человек, у вас есть руки, есть голова, вы понимаете что-то, вам гораздо легче будет делать какую-то работу. Допустим, смотрите, не говорю, что надо так делать, да, допустим. Много профессий, именно таких простых, там, сантехник, какой-нибудь строитель, который ремонты делает, еще что-то. Если этот человек работает хорошо, то у него часто заказы расписаны на месяцы вперед. Зачастую эти люди зарабатывают гораздо больше, чем те, кто сидят в офисе. Я знаю таких людей, которые оставили какую-то умственную работу и пошли работать руками. У нас же в чем проблема? Очень часто вот среди таких простых профессий – то, что люди выпивают и срывают сроки. То есть ты договорился с человеком, что он тебе придет, там, допустим, кран починить, а он ушел в запой на неделю, и у тебя все стоит. Или там ремонт надо делать в квартире. Человек начал и бросил, и все. И потом проблема в чем, да, что часто обманывают. То есть пытаются как-то схитрить и начинают обманывать. И в итоге вы к такому человеку не будете больше обращаться. Вы знаете, что он работает очень плохо. И вы будете искать того, может быть, по рекомендациям своих знакомых, чтобы все было хорошо. То есть не обманывали, чтобы человек был без вредных привычек. И понимаете, вот, пожалуйста, эти возможности, они есть всегда. Я знаю людей, которые вот от безысходности идут работать куда-то на такие простые работы. И потом говорят, что я не хочу больше возвращаться там в офис, да. У них там расписаны заказы на месяцы вперед зачастую. Почему? Потому что люди работают честно и порядочно, не обманывают. Если вы не обманываете, если вы относитесь к людям хорошо, то вы никогда не уйдетесь голодом. Вас и люди будут друг другу передавать и рекомендовать. То же самое священник. Вот если священник общается с людьми доброжелательно, пытается им помочь, да, люди сами будут говорить, что вот креститься, идите именно к этому батюшке. Там, венчаться хотите, идите именно к этому. И зачастую, даже если человек там где-то в деревне служит, у него как бы будет все хорошо. Поэтому здесь гораздо важнее наше отношение к работе. Не то даже кем человек работает, а как он к этому относится. А посмотрите, вот сколько в интернете люди шутят. Потому что вот, наконец-то, пятница. То есть люди воспринимают работу как какую-то повинность, какое-то страдание. Если ты воспринимаешь работу как страдание, ну, ты не можешь хорошо работать. Потому что ты не занимаешься ни тем делом, ни тем, что тебе нужно. Вот. И еще самое интересное, то, что мы живем с вами, можно сказать, в будущем, о котором только мечтали. Да, сейчас у нас есть интернет, быстрый, хороший интернет. Есть смартфоны, которые, в принципе, могут заменить компьютер. И сейчас очень много онлайн-профессий появляется. То есть есть люди, которые, допустим, работали оффлайн, то есть где-то обычно, да, и переходят в онлайн. Много профессий, которые могут быть доступны именно онлайн, удаленно. Там, бухгалтера, юристы, репетиторы, переводчики, дизайнеры, какие-то управляющие интернет-проектами, модераторы. Огромное количество профессий сейчас появилось за последние пару лет из-за вот этой пандемии, которые люди могут реализовать онлайн. То есть нам, во-первых, теперь не надо уезжать куда-то, да, ну, мы можем онлайн работать. А во-вторых, появилось огромное количество возможностей. Сейчас я знаю людей, которые учатся, я не говорю, что все курсы хорошие. Много курсов, конечно, очень плохих, где просто деньги платят, и вы можете всю эту информацию бесплатно получить и научиться чему-то. Но суть в том, что люди переучиваются, не унывают. Понятно, что сейчас многим очень тяжело. Люди не унывают, а начинают искать возможности. Кто-то дизайнером становится, кто-то рисует какие-то картинки в интернете, да, кто-то пишет тексты, кто-то еще что-то делает. То есть огромное количество возможностей. И сейчас уже нету такого оправдания, что я там не могу, да. Ты не хочешь просто, или ты не знаешь, как это сделать. Поэтому нам нужно не унывать, да, молиться и искать, а чем мы сами хотим заниматься. Потому что иногда люди, бывает, не знают, ну, что им делать, да. То есть, а бывают какие-то появляются возможности замечательные. Мне вот тут рассказали недавно, да, такую историю замечательную, что в деревне семья живет. Вот у них, к сожалению, умер глава семейства. Они оказались на грани выживания. То есть, маленькие дети, мама, да, как в деревне выживешь. И старшая дочка стала писать картины и продавать их через интернет. Ну, казалось бы, да, что тут такого. Но как-то у нее стало получаться, это хорошо, я не знаю там подробностей. Но в итоге девочка содержит всю семью. То есть, она маме помогает сама, учится. Вот такой вариант нашелся. Понимаете, я таких историй сейчас знаю огромное количество, когда люди находят возможности, которых раньше не было.